Здравствуйте! Вы любите пельмени? В вкусах и аромат, и несравненный запах. Сами пельмешки и бульончик, который так хорошо согревает, когда холодно. Но, к сожалению, взять классические пельмени с собой на природу можно только, когда на улице холодно. Иначе они просто растают. Но всегда находится что-то новенькое. И это новенькое сухие сублимированные пельмешки. Их мы сегодня и приготовим. Эти пельмени фирмы Борилла. Многие считают, что единственным качественным поставщиком спагетти на нашем рынке как раз является Борилла. Эта упаковка была привезена из Италии и впоследствии подарена мне. На упаковке сказано, что варить их стоит ровно 9 минут. Уже не терпится приготовить их и попробовать на вкус и аромат. Посмотрите еще, как выглядят на картинке, на упаковке эти аппетитные пельмешки. Это получается ветчина. Для приготовления нам понадобятся сами пельмени. Емкость, в которой мы будем их готовить. Это титановый котелок. Обзор про него вышел совсем недавно. Немного спирта. Сейчас я расскажу, для чего нужен спирт. Вода. И горелка. Сегодня это примус туристический первой модели. А спирт нужен как раз для того, чтобы разжечь его. Пока что уберем воду, примус и спирт вниз. Достанем котелок и насыпем в него вот эти пельмени. Очень интересно, как они выглядят. Такого количества будет достаточно. Хотя, постойте, будет ли? Миниатюрный сухой пельмень. Раньше я даже не представлял, что такое возможно. Теперь временно отложим пельмени. И приготовим горячую воду. Кипяток. Для этого я воспользуюсь примусом. Работать с этим примусом одно удовольствие. Для того, чтобы его разжечь без копоти, я буду использовать спирт. Пальмени? Продолжение следует... Отец. Работает вам. Работаетiter. Отец. Теперь, когда примус прогрелся, можно его зажать. Продолжение следует... Теперь добавлю воды. Примус пока что разогревает свой собственный бачок. И когда он наберет достаточную температуру, бензин будет испаряться охотнее и, соответственно, горение усилится. Где-то 300 миллилитров. Уже потихоньку начинает идти пар от водички. Добавлять я их буду в кипящую воду, как и обычные пельмени. Ну что, осталось дождаться, пока водичка закипит и булькнуть пельмешки в воду. Станут они уже не сухие, а влажные. А потом и вовсе готовые. Вообще, конечно, интересно, какие они будут по вкусу. Будут ли они напоминать обычные пельмени? Будет ли там вкусный бульончик? Хотя, вот, они же не с фаршем, они же с ветчиной. Наверное, это больше не пельмени, а равиоли. Но мы же любим пельмени не только за начинку. Мы любим их за сочетание. Сочетание тонкого теста и начинки. Так, вода уже закипела. Загружаю пельмешки. Сейчас 17.07, значит, готовые они будут через 9 минут. 7 плюс 9, 16. Так, они что-то тут уже выкипать собираются. Надо убавлять огонь. Вот, примус хорошо позволяет контролировать пламя. Сочетание тонкого теста и теперь вода. Все сочетание тонкого теста. Х들 win. Сочетание тонкого теста. Загаюeras shred0きたки. Рис ông dam ного. Еще две минуты им вариться, и я их периодически помешиваю, чтобы они так варились более равномерно. Обычные же пельмени тоже надо помешивать. Дождь усиливается, и как раз по времени совпадает с заготовкой пельмешек, сейчас буду дегустировать. Первый раз пробую, с пылу с жару. Немножко пресноваты, может, там подсолить их надо было? Снаружи тесто, конечно, слегка пресновато, а начинка такая уже как колбаска. О, а чем больше кушаю, тем вкуснее они становятся. Лучше распробую вкус. Бульончик. А вот бульончик как раз пресноват. А по виду они получились, ну, как обычные пельмехи. А главное, что внутри они были не побиты, ничего, а такие все ровненькие, один к одному. Ну и сварились так же. Давайте я половинку надкушу. Вот такая у них начинка. Я когда их готовить начинал, солнце светило, а сейчас темнота вокруг и дождь, но я отсюда не уйду пока пельмени не съем. Насыпал, кстати, совсем немного, вы видели, но разварились они прям на весь котелок. И вот я сейчас ем, их реально много. В общем, надо искать в продаже и покупать. Я немного из будущего. Хочу внести корректировки в оценку этих пельменей. Тогда, когда я снимал это видео, я весь день ничего не кушал, а было уже время послеобеденное. Естественно, они мне показались очень вкусными. Попробовав их в сытом состоянии и сравнив с классическими пельменями, я делаю вывод, что пельмени не фонтан. Но очень прикольно то, что их можно взять сухие с собой даже летом и сварить. В целом, как обычные сублимированные продукты, они теряют в своих вкусовых качествах. Если я их в продаже увижу, то, наверное, прикуплю, а специально искать не буду. Спасибо, что посмотрели. Вот рассказал вам про пельменя. Если хотите про другую еду узнавать, я про нее частенько снимаю что-нибудь. Подписывайтесь. До свидания.